Это перцы, перчики, это помидорчики, все по разным по сортам. На балконе настоящая оранжерея. Впереди дачный сезон и 84-летняя Зоя Ивановна уже вовсю готовит к посадке своих подопечных. Любовь к земле, огороду, да и вообще труду зародилось еще в детстве. А было ли оно? Когда началась война, маленькой Зое было всего 4 года. Отец у нас с 1898 года. На войну в 43 года его призвали, несмотря на то, что 8 детей. За ним приехали двое, сразу с мамой поехали, одели форму военную, гражданскую маме. И все, больше мы его не видели, пока война не кончилась. Мать осталась единственной кормилицей семьи. Работала уборщицей на заводе чуть ли не сутками. Старшие дочери, им не было и 14-ти, встроились в госпиталь помогать раненым. Не остались без дела и младшие. Мне уже было 5 лет, а ей было 6 лет. И нас старшие раскомандовали с мамой ходить уборку делать. И чтобы не в 12 часов, а утром в 5 часов вставайте с мамой и идите вместе. У вас, говорят, вы молодые, спинки. Тем более надо стружки столько было железной. Ну, что-то делали все для войны. Нам-то рукавичек никаких не давали. Маме-то ходили, руки-то были, тоже порезали этими штуками. Она нам нашла, пошила. Рукавички, маленькие рукавички нам. Потом-то нам хорошо стало. Бессонные ночи в очередях за хлебом по талонам. От сильного голода спасал огород у дома. Вместо жиды вокзала – один большой госпиталь. Там очень много было бараков. Очень много, очень. И вот даже эта полянка, бараки-бараками, ну, где-то вот в основном операционные, которые могли, выходили по улице, скамеечки были. И приходила кухня. Особенно беженцев было, блокадников. А были тоже с детьми. Истощенные такие, что даже стоять, чтобы пищу получить, кашу там, лесу, плечу. Так силы не было даже выстоять. Вот их помогали, вот приведут, пока некуда под крышу-то их распределить. Помогали, вот не одни наши. Наша улица Зря Свобода, все там работала. Работала там и маленькая Зоя с сестрами. Вместо игрушек и детских забав каждый день, без выходных, они приходили на привокзальную площадь. Мы видели всяких. И без рук, и без ног. Головы полностью забинтованы все-таки. Даже если они сами по себе не могли пить. Так вот тут мы им помогали. Кормили их с ложки. Ну а старшая сестра и нас вот там нянечки, врачи-врачами, медсестры свое дело делали. А были такие нянечки, которые за ними или белье сменить, или там утку подставить, или горшок, или что там вот по такому. Ну и она стала разоразить. Мы постоянно ходили. Она к одним старалась, чтобы больные запоминали, и мы их запоминали, чтобы они нас не стеснялись в горшок попросить. Ну а мы-то маленькие, да к нам-то как-то... А вот эта старшая-то, ей уже было 12 лет, сестре. Они ее... Там кто доченька, ну по возрасту, кто девочка, дай мне утку. Ну там или горшок, как там сейчас скажут. Когда скажут, ой, у меня все сыро, дай хоть тряпку сухую. Неженской работы здесь не было. Сестры Зои Ивановны расчищали рельсы, помогали разгружать вагоны с лежачими. А уже шестилетняя Зоя с младшеньками и украдкой таскала больным продукты. Приносили им особенно печеную картошку. Они ее очень любили. Пареную брюк, свеклу, что могли, приносили, все съедали. Даже капусту сырой съедали и благодарили. А свеклу резали и репу соломкой. Бабушка на противне, в русскую печку. Утром она уже сухая. Это у нас были конфеты и для нас, и сахарные свеклы, и для них. Бабушка всегда готовила большой чугун. Вот прямо аж ветерный, большущий чугун. Заберем эту картошечку, надо что-то нести-то. Ну а чего? Всем по картошинке. Вот этот чугунок. Вот и забирали. Ну а вечером явятся все взрослые. За стол садятся, кушать. А у нас чугуночек-то пустой. А мы из дома уходим. То мало ли тут как сразу так шелчка получишь. Помнит Зоя Ивановна и немцев. Их ближе к концу войны все чаще привозили в Череповец. На месте комсомольского парка для пленных были построены бараки. У Максима Горького сидим мы на канаве. Вся вот детвора со своего квартала ведут немцев. По шести, по восемь, вроде человек. Говорят, в окружении собак. Но они шли в губные у всех гармошки к Катюшу. Вот музыку выигрывали Катюшу. А мы на канаве сидели, песни пели Катюшу. И старались им чего-то кинуть. Кинуть у мата. Они нам гармошку. И нам столько гармошек накидали. Жизнь в тылу не была простой. Город словно замер в ожидании. Кругом темнота, законопаченные окна. И у нас на Советском, где вот сейчас пушка стоит, на этом месте была церковь. И был черный такой барабан. И передавали. Так вот, знали в какие часы. Собирались вот в столба. Как митинг. Слушали, плакали. Ну, как немец быстро до Москвы, до Ленинграда остановился, до Ошты дошел. А Ошта, что напрямую недалеко от Череповца. А Бабаеву они же бомбили. А Бабаеву 120 километров. Как же ожидали. У меня даже брат с 33-го года в школу не пошел. Восьми лет он не... А человек все равно. Умному умирать идет, все равно. Но зла у детей не было. Не держит его Зоя Ивановна и теперь. Помнит лишь одно – жуткую усталость. За те годы устали все. Мы только этого ждали. Война кончится. Чтобы хлеба досыта поесть. Картошки-то наелись. А хлеба поесть. Да выспаться. Вот этого ждали. Наши же тоже родственники, железнодорожники. Узнали, что война кончилась. А ждали объявления-то. Попоздней. Ну, маме уже пришли. Детка Шура пришла, сказала. Из соседнего дома. Пели военные песни. И вот все собирались. Они от этого все собирали. Компания большая. И ходили взад-вперед по этой улице. Максима Горько перейдем. Ниже пойдем. Люди сплощались. Вот так вот день победы. Слезы счастья и утрат. Встречи тех, кто выжил. Вернулся отец. Хоть и больной, но живой. Зоя Ивановна с сестрами наконец пошли в первый класс. А дальше жизнь. Встреча с будущим мужем. Все как по сценарию в добрых советских фильмах. Он, молодой моряк, знакомится на танцах. Двое стоят, смотрят на нас. Валя мне подруга говорит, за головой не крути. Вот стоят два парня. Никого их приглашали. Девчонки, они не пошли. Дамский вальс. Пойдем, говорит, приглашать. Пойдут с нами или нет. Но ты повыше меня ростом берет, который мальчик высокий. А я этого. Но она, в общем, на Виктора, на моего положила глаз. Ну, а получилось, с угла на укол. Но она танцует, не кулачка. Но я-то чего. Он сразу знакомится. Я Виктор. Через месяц Виктор стал Зоей Ивановним мужем. Сначала переехали к его родителям в Вытигру. Родился первый сын. Но со временем Череповец притянул обратно. Моряк стал металлургом. На заводе трудился до самой пенсии. А Зоя Ивановна всю жизнь проработала бухгалтером. Появились внуки, а теперь уже и правнуки. За плечами 59 лет брака. Я ему заменила друзей, он меня заменил. Мы только были как два связка. Отпуск. Не я без него, не он под меня. Нужно один одному уважать и подчиняться. Ну, как-то я считала, что он все-таки глава семьи. Не так давно мужа Зои Ивановны не стало. История долгой и счастливой совместной жизни закончилась. Но продолжается в детях, внуках и правнуках. Навсегда остается в сердце. В большом и добром сердце Зои Ивановны не сломленном войной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok